Всем привет, салют, здравствуйте, вы по-прежнему находитесь на канале кальяной мать с твоей мамой. Мы сегодня с вами будем говорить о компании BlackBurn, а именно о их новом продукте Overdose, блядь, сука, испортил кадр. Новый продуктик, нашумевший, который сейчас летит по всей стране с туром. Let's go! Чтобы не занимать ваше время, самая главная информация к этому часу. У компании BlackBurn идет тур, вот вам списочек городов здесь или здесь. Приходите в свой город, не слушайте продажных блогеров и продажных выставочных пацанов. Пробуйте сами, короче. Никого не слушайте, кашу кушайте. Очень давно работаю с компанией Burn, мы являемся всякими там партнерами, не партнерами, прочие вот эти вот ненужные слова. Увидел очень много всяких моментов у компании Burn, положительных, отрицательных, разных. Логотип компании BlackBurn является огонь, а вот компании Burn Tobacco, ну то есть все, вот B-групп, прикольно звучит, нужно сделать молнию. Объясню свою логику. Ребята постоянно стараются шарашить, прям как молнии. Куда-то предметно стрелять и прокатить, не прокатить. С чем это связано? Были такие продукты, как BeFree, объективно хуевый продукт. Я всегда говорил, что есть еще ZOMA, типа BeFree лучше ZOMA, но в целом как бы оба продукты провальные, на мой взгляд. Ты чего нахуй ебываешься? А? Ты чего вы ебываешься, гнида? Были косяки в начале с Banger. Тебя когда пиздили последний раз? Без них вообще никогда. Никогда? Да. Значит начнут нахуй. Я говорил об этом в своем ролике, но все равно сказали, что это я продажная жопа и т.д. и т.п. Компания Burn, на мой взгляд, любит торопиться. Скорее, скорее, давайте все, захватим рынок, захватим мир, как Pinky eBrain, типа но с Алиэкспресс. Никогда в жизни нахуй больше не суй, никуда свое жало, блядь, ебучее. Поним? В чем соль? Ребята реально торопятся, реально торопятся. Очень часто связаны, мне кажется, это с амбициями и с желанием реально делать прикольно, делать круто, делать интересно. То есть там первыми замутим коллаборацию с блогером, с нормальным, не со мной, я долбоеб. Там типа сделаем коллабу с Гуфом, сделаем то, сделаем то, сделаем это. И не всегда это является вот эта вот торопыжность успешна. На мой взгляд, компания Burn повзрослела за последние 2-3 года. Стали более опытные, более, наверное, сдержанные. Последствием всех вот этих вот действий является продукт Overdose. К чему я веду? На мой взгляд, здесь ребята максимально заморачивались с точки зрения подготовленности продукта и момент старта продаж. То есть они жестко парились, жестко все это, видимо, прорабатывали. То есть продукт максимально готов к рынку, на мой взгляд. И те косяки, которые у них обычно были в начале старта нового продукта, BeFree, вылетает аромка, Бенгер, палки в продукте, это все они старались предупредить, нахуй убрать. Здесь, с точки зрения готовности продукта и как он работает, я не буду говорить ни слова, потому что все максимально окей, это работает, это нормально, курица, очень хорошая серия, я вам, естественно, это все покажу. Но Burn молодцы, потому что наконец-то перестали торопиться и начали более проработанно проходить к своим продуктам новым. Молодцы. Что же касается моего мнения о спорах с крепостью. То есть многих взорвало жопу о том, что когда-то иным-давно, когда выходил вкус линейки Black Burn Overdose, на нем было 10 из 10, то есть маркетинг устроился крепость 10 из 10. Ребят, очень важный момент, то что это маркетинговая история. То есть ребята парились на тему маркетинга, а не с тем, что сделать самый крепкий продукт, который никто не сможет курить. Понятно, что это бред. На мой взгляд, чем сильнее продукт стремится к максимальной крепости, тем меньше покупательской возможности у этого продукта. То есть не все вывозят такую крепость. На мой взгляд, чем сильнее продукт стремится к максимальной крепости, тем меньше покупательской возможности у этого продукта. То есть не все вывозят такую крепость. Что я могу сказать про Blackbird? Я как человек с очень высоким уровнем толерантности к никотину, а не к пидарасам вонючим. Может, и пидар. Мне бы в кальяны, естественно, хотелось бы добавить еще фрегатику. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Человеку, кто адекватно курит кальян, все люди, с кем я пробовал овердоз, им уже местами было дискомфортно. То есть минут на 10-15 они говорят, блядь. Прошу, убей меня, убей меня! А что ты забил, на? Лежат в блевотине в мочи, так говорят, а что ты забил, нахуй, Слав? То есть, ну, есть некоторые забивки, которые я, наверное, сегодня тоже покажу, расскажу, в которых это работает прямо дискомфортно. Бля, ну манго они зачем сделали с собой? Что ты ужукаешь, бля? Хуй полотина ебучая, бля. Еще есть момент, который меня беспокоит. Я, черт. Мань, ты дурак совсем. Есть такой процесс, который называется каннибализация рынка. Что это такое, бля? Когда у вас уже есть, например, продукт ББ, или там у вас есть продукт Дафт, или у вас есть там продукт Масфеф, неважно. И вы выпускаете что-то около, близко там, далеко похожего, нахуй. И этот продукт начинает забирать продажи у первого продукта. Я не знаю, здесь, наверное, продукты все-таки разноплановые. Здесь ребятки стреляют больше в сегмент, там же об этом мы тоже поговорим. Это у меня сожгло мою жирную жопу. Расскажу, не очень, не очень доволен этим фактом. Блядь, я тебя захуярил. Есть какие-то аспекты по продуктам, которые меня не очень радуют. Есть те, которые меня действительно порадовали. Но все-таки важный момент, советую вам сгонять на мероприятие. Там некий тост Белов, блядь, из позапрошлого ролика, нахуй, гоняет. Можете там подъебать его и сгонять с ним вместе, пошабить, поболтать. Что мы имеем к этому часу? У нас есть 200-граммовая фасовка. Когда будет 25-ка, там, сотка, я понятия не имею. Возможно, у нас будет картиночка, это выглядит. Слушайте, я... Ой, блядь. Ой, хорошо, хорошо. Я это курил и с чальянщиками, и с обычными ребятами. То есть те, кто далеки, нахуй, от кальянов, которые просто там курят, блядь, обычные человеческие кальяны, кому-то становилось хуёво. Ну, то есть кто-то говорил, что, блядь, чувак, нахуй ты это забил. Ну, типа, нахуя. Дискомфортненько. Но я намеренно делал забивки, которые, на мой взгляд, выдают всю максимум с точки зрения никотина этого продукта. Я сегодня такую забивочку покажу. Ебать. Серега, вызывай скорую, нахуй. Это вы кого вызвали? Серега большой молодец. Он решил поднять тему того, а сколько делали этот продукт. Мы сейчас будем звонить, узнавать. Здравствуйте, Андрей. Ты маякнул? Заденай? Что? На WhatsApp. Ты маякнул? У тебя денег на WhatsApp нету просто. Да, денег нет, закиньте, пожалуйста. И биктест. Короче, смотри, Андрюха, в чём соль? Сколько делали овердос? Ой, ебать, вот когда вкус овердос появился у нас? Два года назад? Ну, плюс-минус, да. Ну, плюс-минус, так. Всё, спасибо, это будет в ролике. Давай, пока. Тебе понравилось? А? Как тебе овердос? Ну, посмотришь, узнаешь. Всё, блядь, давай, нахуй ты мне звонишь в настроение портишь? Я понять не могу, блядь. Всё, давай, удали номер телефоном. Забудь мой номер, забудь мой адрес. Забудь мой номер и мой средний палец. Забудь мой номер, забудь мой адрес. Мне бесит, блядь, то, что тот факт, что овердос пытается позиционировать себя как танжирс. У меня с этого горит жопа. С чём, вообще, в чём проблематика танжирса? Это, на сегодняшний день, это более, знаете, такой хайповозный продукт. То есть, как в музыке есть какие-то направления музыкальные, типа, о, блядь, ты это слушаешь, ты, типа, красавчик. Типа, о, ты куришь танжирс? Да, ты красавчик, ну ты в жизни, блядь, не знаешь ни одного трека, по факту, ничего не пробовал, ничего не курил, но, ебать, я курю танжирс, я разбираюсь. Сейчас это мейнстрим, вот, вот, и аж старый, блядь, для меня эти слова сложные. Многие люди в кальянной индустрии в душе не будут, как вообще курица танжирс, как он работает, что это такое, с чем бы уедят. В этом проблема продукта, то есть, в этом проблематика. И большое количество потребителей один-два раза, блядь, вот это упражнение делают позвоночные, не будет болеть. Где-то в кальянной, блядь, курили нахуй танж паленый, такие, о, ебать, мы разбираемся. И, наверное, тех реалий, в которых мы сейчас находимся, получение танжа в акцизном, именно, в акцизном сегменте, это довольно-таки преградичная история, в безакцизном, вы сами знаете, все нормально, но очень мало людей, кто курили нормальный танжух. Вам придется поверить в легенды о писарках. Я говорю не про профессиональных сотрудников каких-то там заведений или магазинов, а именно людей дома. То есть, палита танжирс, она бесконечная, то есть, на мой взгляд, это порядка, наверное, 100 или 80 минимум вкусов, 8-100 точно есть. Я курил очень много и очень люблю этот продукт. Я не думал, что в 2022 году кто-то будет, блядь, делать убийцу танжа, блядь, потому что, ну, кстати, к сожалению или к радости нет такого позиционирования, что мы убийцы танжа, но, блядь, список вкусов, я того все ебал. Извините за ужасную коробку, но спасибо Сдеку. Я сгорел немножко в историях, это было видно. Пин Грейпфрут, Мороскины Черри, Блюбери 2022, сейчас секундочку, Питч Айс Ти, Лайм Лемон, ладно, Оранж Сода, Стравбери Киви, ну, типа, камон, камон, это название вкуса танжа, ну, ебать, ну, зачем это делать? Я никогда в жизни, нахуй, больше не суй, никуда свое жало, блядь, ебучее, ты понял? Ну, для чего? Ну, типа, у меня, у меня с этого, честно, моя ожиревшая жопа гемороидальная, она сгорела, ну, честно сгорела. Ну, объясню почему, вы же прикольные, самодостаточные ребята, то есть, на мой взгляд, вот этот год и предыдущий год, они являются одними из самых пиковых для компании Blackbird, то есть, сейчас можно зайти в любую, блядь, в любую залупу лаунж какой-нибудь. А пипки-то сменные, а где? Какие пипки? У нас только кальян, яблоко и угли. Блядь, вы дадите, сука, сука, у тебя, сука, блядь! И там будет, нахуй, стоять Blackbird, то есть, все знают и любят этот продукт. Очень много супер-хитов, я даже не говорю, там, типа, в расчете, там, своих коллабораций. У ББ есть куча своих вкусов, которые стали супер-хитами, которые любят потребители. Линейка Шок, линейка Самфинг, то есть, это, типа, классно. Нахуй, блядь, пинать, нахуй, мертвого Хоффмана, зачем, блядь? Как живой, ну, сука, не живой, ебать! Отстань от мужика, блядь, ну все, ну зачем, это же... Ну, для меня это кринге, короче. Блядь, мне кажется, после этого мне дадут поебалу, но я говорю, как есть. Типа, честный обзор. Все-таки прям молодцы. Если вы думаете, что я впервые в жизни, блядь, что-то пробую из овердозы, а если что, нет. Я это уже шабил. Просто хочу перешабить те вкусы, которые покурил, блядь, всего лишь один-два раза. В плане крепости, слушайте, подъебывает он. Он подъебывает, но я не могу сказать, что, типа, я прям сделал несколько затяжек, и мне пизда. То есть, слава богу, что они стали делать крепость уровня какого-то бустера, то есть, в формате бустер-палитры, бустер-северного, слава богу. Я очень рад, наверняка, у кого-то в офисе пыли мысли, что же, давайте сделаем так крепко, чтобы нахуй днище выбивали. Слава богу, вы не послушали этих людей, потому что это бы никто не покупал. Та крепость, которая есть овердоза, она отлично, мне кажется, подойдет для заведений. То есть, опять же, не все любят юзать фрегат. Я очень часто слышу от кальянных мастеров, что, блядь, фрегат, он очень сильно чувствуется в чашке, он очень сильно портит вкус. Жапоруки мои. Да, если его забивать, типа, непрямыми руками, он будет чувствоваться в чашке и гасить вкус. Вот у вас есть продукт, который позволяет вам такой, даже не продукт, это инструментарий, который в целом можно и самодостаточно пошабить, потому что вкус есть довольно-таки интересный, и можно его с помощью миксологии, нахуй, применять к другим продуктам. Как это работает? Пиздец, блядь! Те миксы, то есть, те сочетания с другими продуктами, которые делали у себя дома, все типа ок. Очень грустно, что в 2022 году уже почти все научились делать табак, и давненько у нас не было какого-нибудь хуевого, откровенного продукта, который можно было бы разъебать. Если вы такой продукт знаете и хотели, чтобы он был у нас на канале, напишите, пожалуйста, в комментариях. Бля, морозки на хорошее, молодцы, блядь, не доебаться. Похоже. Ну, не один к одному, но похоже. Что мы имеем на сегодняшний день? Это яркая, интересная упаковочка, у нас не зря горит этот фиолетовый световой меч Мэйса Виндоу. Именем Галактического Сената Республики. Вы арестованы, как-то. Да прибудет с вами сила, юные подаваны. Мне нравится, мне очень нравится то, что это не черная, слава богу, упаковка, как типа, я не знаю, всегда бомблю на черной упаковке, типа, получилось только ударка, все, отстаньте. Яркая, прикольная, фиолетово-желтая, фиолетово-золотистая упаковка, она клевая. Будет ли у нас в работе 25-100 грамм? Да, будет, когда будет, не знаю, пожалуйста, не пишите, не шарю. Напишем кого-нибудь с представителями компании. Секундочку, мы сейчас напишем. Андрей. Слушай, а когда 25 грамм? Что, когда 25 грамм? Ну, 25 грамм, когда будет. Да не есть, пап. Ты что, 25-ки не видел? Нет. Просто нахуй все закончилось, как бы, чуть не подрассчитали. Случайно, да, так получилось? Ой, давай, до свидания, прощай. Стой, стой. Почему-то 25-ки нам не присылали, наихуй бы с ними, они уже в полном объеме, видимо, есть на полке. Но, мне кажется, нормальная фишулька, когда у тебя слегка чуть-чуть не хватило 25-ки. Ну, мы все это знаем, улыбаемся. Кто не понял, напишите в комментариях, я вам не отвечу. Двухсоточки, наверное, наверняка нам сразу же намекают в том, что, ребят, берите это в заведение и работайте с этим в заведении. Не знаю, в моем понимании, пока это интереснее будет работать в заведухах. Возможно, я ошибаюсь. Очень хороший инструментарий для краянщиков. С учетом тура, я думаю, сейчас огромное количество городов попробуют этот продукт нормально, так сказать, в первоисточнике, не с обзоров, не с регионов, в которые продукт всегда тяжело доезжает. То есть, я очень прекрасно понимаю тех людей, кто живет за Уралом, те, кто живет в районе, там, Владивостока, Магадана. Я не знаю, ребят, привет вам большой. До вас всегда долго доезжают новинки, но сейчас вам эти новинки везут прямо в ваш, блядь, город. Это очень круто и, на мой взгляд, это очень хороший подход. То есть, ребята думают о регионах, потому что регионы решают, на мой взгляд, а не ваши там столицы, блядь, Петербурге, Москву и там. Я, как всегда, хочу поговорить про ароматику, которая, на мой взгляд, довольно-таки интересная. У нас есть здесь памятка. Стравбери киви. Вот, прекрасная пачечка танжирса в Нуаре. Вкус стравбери киви у танжа отвратительный. Если он кому-то нравится, отпишитесь нахуй от меня, пожалуйста. Ладно. Потому что это ублюдская вообще хуйня. Кто не курил, ничего страшного, вы ничего не потеряли. Табачная, псевдо-яркая киви с клубникой. Если хотите, вкусную, яркую киви с клубникой от компании Танжирс, покурите усиджусь и уберкуки, это потрясающе. Так вот, киви клубника. Хорошо, что ребята, так сказать, не пошли к первоисточнику, не стали это делать в яркий танжу, сильно подражать танжу. Это хорошая клубника. Я так понимаю, это профиль какой-то около стравбери джемовый, около стравбери личи в Москве-берн. И киви, киви попсовый, вкусный, яркий, прикольный. То есть, стравбери киви, очень хороший аромат. Один из топчиков. Мелонберри, ягодная дыня. Пацаны, у меня грустные новости. Мне начинает нравиться дыня и арбуз. Я хуй знаю, что со мной не так. На последнее время я курю дыня, такой, о, дынь-ка, заебись. Ну, то есть, типа, бля, грусть, тоска. Возможно, Артурка на меня плохо, бля, влияет своим арбузом, дыней, мятой, нахуй, этой всей хуйней. Даро, пидарасы. Не знаю, тоже вкусно, типа, мне нравится арбуз и дыня, простите, бля, не осуждайте. Вилл Стравбери, дикая земляника. Бля, я, так случилось, что я очень хорошо знаю этот профиль, профиль этого вкуса. Ребятам из лаборатории Бёрна большой привет. Пошел ты нахуй. Знаком мне этот аромат, очень хорошо. И, на мой взгляд, он довольно-таки неплохой. Но у меня есть небольшой триггер на землянике. Большое спасибо компании Spectrum. Большое спасибо компании Must Have. Я очень люблю землянику. И я из тех людей, кто понимает разницу между вот этим Smallberries, типа, земляники, и Стравбери, именно клубникой. Ни, далеко не самое интересное, что есть в компании Windows, типа, Вилл Стравбери. Она хороша, но, мне кажется, на Blackburn, вот эта вот тема. Blackburn, пожалуйста, услышите меня, сделайте ебучую землянику, умоляю, блядь. Возьмите вонючий Питчбери, уберите оттуда нахуй персика, оставьте землянику. Это очень вкусно. Да, 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 да. Домойте, домойте. Услышьте меня. Orange soda. Вчера покурил это прям две чашки подряд, намеренно покурил. Тут, наверное, будет очень много обсуждений в рамках продукта, похоже или не похоже это на танжирс. Что-то есть, в каких-то вкусах что-то есть. Конкретно в Orange soda, да, неплохо. Я думаю, то, что на слепом тесте тяжело было бы чухнуть, где что. Ну, типа, где Orange soda, там же, где Orange soda overdose, скорее всего, многие люди бы наебались, бы искали бы, что... Ёбаный твой рот, какого хуя они в другом порядке разложат? Это похоже на танжирс. Это действительно похоже на танжирс, неплохо. Watermelon, блядь, осуждайте меня. Плюйте в меня. У тебя, блядь. Че угодно. Охуенный арбуз, ребят. Сейчас уебу, блядь. Давай, давай. Охуительный арбуз. Мне очень понравился арбуз от компании Hanbirli, или мне просто очень нравятся азиаты, я не знаю, но типа, очень вкусно. Блядь, сука, это прям, Серега. Я курю такой, ну, блядь, арбузик, ой, арбузик, вкусно, блядь, чисто как эти вот. Сделай арбуз для меня, блядь. Понимаешь? Стыдно. А еще вы сейчас будете думать, что я несу полную хуйню и ищу теорию заговора. Какой я дур... Я это не обсуждал с компанией ББ. Я не знаю, как это работает. Мы сейчас еще раз позвоним Андрюхе. Короче, какая у меня есть теория. Пожалуйста, не подумайте, что несу хуйню. Короче, у танжа есть свой привкус. Пацаны, я не ебанулся окончательно, честно. Послушайте, пожалуйста, я не ебанулся. Не закрывайте видео, стойте, стойте, стойте. У танжа есть какой-то специфический привкус, который присущ только танжу. Как будто ребята из ББ смогли докопаться вот до этого ароматизатора, до этого эффекта, блядь. И какие-то вкусы очень сильно ебашут танжом. Скорее всего, я сошел с ума, но мы сейчас позвоним Андрюхе. Добрый день, Вячеслав. Андрей, здравствуйте. Слушайте, есть определенная теория, и хотелось бы, чтобы вы дали комментарий по этому поводу. Мы с вами на наших встречах периодически прокуриваем танжирс. Я знаю, что он вам очень нравится, что он мне очень нравится. И наверняка вы согласитесь, что у танжирса есть какой-то специфический интересный привкус. Наша компания о сторонних продуктах, но старается не общаться. Поэтому вот продукт, который вы ранее упомянули... Ты серьезно? Да, я знаком с данной категорией. Периодически пробую, тестирую. Андрюх, как вы сделали эффект этого привкуса танжухи? Это есть такой момент или мне что-то кажется? Было такое... Особо чувствуется на цитрусов вкусах, скорее всего, Вячеслав, да? А, то есть, ну, есть такая, да, фишуля? Ну, есть такая, да. Это какая-то технологическая секретка, я не сошел с ума. Это действительно, у вас такое ТЗ было у технологов? Да, было действительно такое ТЗ. Ну, к сожалению, этот эффект там достигается не на всех вкусах, но там, скорее, даже вопрос больше подбора ароматизаторов. Но вот то небольшое сходство, которое вы ощущаете с ранее упомянутым вами продуктом, оно, безусловно, нет, и это было нашей задачей, точнее, задачей для наших технологов. Блин, спасибо, я думал, что я это мастерил. Но мы ни в коем случае не хотели, там, копировать, там, какие-то сторонние продукты. Безусловно, у нас было наше ТЗ с нашей изюминкой. Ну, как-то так. А как так вкусы получились с названием очень похожими? Буквы те же вот. Буквы те же? Да. Слушайте, ну вот есть название раздали, да, раздали. Она же везде малина. То есть нельзя принять теперь сторонние компании в том, что они назвали вкусы там так же. А с пинг-грейпфрутом что случилось? Ну вот розовый грейпфрут, вы не знаете такой вкус? А-а-а-а. Не. А с морозкины черри? Морозкины черри, это же коктейль на вишню. А-а-а. А блюберит 2022? Там вот чуть-чуть с цифрками чуть наебались, я понял. А вот с пи части и чем случилось? То есть это все совпадение, все, ну, это случайность. Безусловно. А-а-а-а. А-а-а. Я понял, да. Все, Андрей, спасибо вам большое за полноценный ответ. Спасибо. Спасибо. До скорых встреч. Да, счастливо. Будет еще в просьбе обращаться. Спасибо вам большое. Спасибо. Андрюха разъеб. Обожаю Андрюху. Итак, ранее упомянутые продукты и все совпадения с ней случайно. Бля, Андрюха, гад, обожаю его. Хуя он снижает. Короче, ко вкусам я, блядь, ору в глотинку. Арбуз очень хорошо. Наверное, не для всех в том плане, что, не знаю, арбуз, мне кажется, такой вымирающий вкус в целом. То есть много кто пытается пинать этот профиль. Здесь, кстати, хорошо попинали, хорошо попиздили. Балийский манго, ебаный твой рот, нахуй они это сделали, я не понимаю. Ну, типа, заебали то, что все делают вонючий зеленый манго. Возможно, в представлении российского потребителя это более покупаемая вариация ароматизатора. Но, сука, я ненавижу зеленый манго. Я, честно, я до последнего верил, что они сделают желтый, яркий, сладкий манго. Хуй мне врыло, они сделали, блядь, травянистую залупу. Очень грустно, очень грустно. Я не знаю, это можно расценить как официальное заявление компании. Все совпадения случайные. Базар. Бля, мне, говорит, так совпало, блядь. Мой, говорит, ну, говорит, у всех же пин грейпфрут. Розовый грейпфрут что-то хотел как-то. Сука. Какой вопрос, такой ответ. И Андрюха, бля, гад. Бля, отвечай, он съезжает лучше, чем в Виндизель, нахуй, фильмы «Форсаж», блядь. В такие вещи надо просто верить. Бля, Рэдбулл, свяжитесь со мной, пожалуйста. Ты куда звонишь? По какому номеру звонишь? Ты, сынок? Сынок, ебаный? По поводу Вали Манго. Правда, это для меня всегда расстройство. И боль, блядь, по-поболь, то, что нету вкусных желтых манго. Грустно. Пайнэпл Чанкс. Блядь, надо было Пайн Пасс назвать. Хуй вы парились-то вообще. Ну, типа, Пайнэпл, Пайн Пасс. Пайнэпл же у всех есть. Не, ну, если бы назвали Пайн Пасс, я бы вообще охуел. Ананасовые кусочки, блядь. Наверное, здесь опять же сейчас будет история про то, что мы хотели сделать консервированные ананасы. Все дела. Я честно вам скажу, и мне очень нравится BlackBurn, но, сука, ананас у них отвратительный. Я говорю про классическую линейку. Ананас-шок, очень хорошо. Классический ананас, не могу вообще курить. Здесь, ну, я не знаю, ананасовые кольца, мастхэла. Тот вкус, который, наверное, отвечает запросам масс-маркета, это более сладковатый, более такой узнаваемый профиль ананаса, который вы не встретите, например, в дафте, но наверняка встретите какие-то похожие нотки в масте. Еще, может быть, я бы сравнил бы это с хорошей ассоциацией с Пайнэпл Пульсом у компании DarkSide. Неплохой ананас. Короче, ананасовые кусочки, обычный масс-маркетовый ананас. Не вызывает у меня мокрых трусов. Все-таки у ранее упомянутой компании есть ананас. У ранее упомянутой, он мне очень нравится. Здесь я бы сказал, что просто проходной средний аромат. Лайм Лемон. Ни в коем случае. Ну ладно, вот тут точно не буду доебываться. Если бы, опять же, был нейминг Нью Лемон Лайм, можно было бы больше доебаться. Тут дохуя ароматов, которые, ну прям, Ctrl-V, Ctrl-C. Ну, только с цифрами наебались немножко. Лайм Лемон. Этот вкус был хорошо представлен уже в классической линейке Берна. Здесь, по-моему, не особо заморачивались. Это плюс-минус то же самое. Да это не плюс-минус, это то же самое, на мой взгляд. Если вы курили овердос, в Блэк Берне он вам понравился, ровно такие же эмоции вы получите от этого вкуса. Ничего интересного. Фиг Лемонейд, тропический лимонад, это самый заебистый вкус. В плане того, что я очень долго пытался понять, что это такое. Он очень интересный. Здесь такая большая, богатая палитра вкусов. Здесь есть и какие-то нотки нектарина. Здесь есть какие-то нотки кивана. Сейчас буду говорить, что я въебываюсь. Есть кива, есть кивана. Забейте хуй. Короче, прикольная тропическая тематика. Я надеялся, что они поленятся и сделают Something Tropical. Нихуя. Они здесь что-то в другую штуку били. Какие-то, блядь, финики, какие-то нектаринчики. Интересно. Есть очень классный вкус от компании Tangins Apricot Spring Blend. Там даже какие-то цветочные нотки есть. И вот здесь что-то есть похожее. К сожалению, в раздачном материале нет полной нотации вкуса, но у нас есть Андрей. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Да, Вичкоп. А скажите, пожалуйста, я с вами рассчитаюсь, что я прозитирую на вас в этом выпуске. Что сделаете? Я с вами смогу рассчитаться, расплатиться? Да что? Ну, за то, что я использую ваш голос в ролике. Вам это дорого обойдет. Но я думаю, что нравится. Андрей. Вы же много зарывает, вы богаты Барантино. Я нищий. Очень хотелось послушать ваши комментарии на тему фиг лимонейда. Мне показалось, это одним из самых интересных вкусов в дропе. Что лично вы чувствуете, что вы хотели передать этим ароматам? Мои вкусовые предпочтения несколько другие. Поэтому, к сожалению, по поводу именно фиг лимонейда я не могу там что-то сказать суперинтересного. А этот вкус, который выбрала вся фокус-группа наша и кричала, что это там топ круто-прикольно. Ну, а что по вкусу? Какой был тезе у этого аромата? Слав, давай еще раз поставлю труппу, а ты еще раз перезвонишь, как будто первый раз, и я подготовлюсь хорошо. Да я, блин, не знаю. Так прикольный. Слушай, не знаю, этот вкус, который там все тащат от него. Зиговый лимонет какой-то. Я не знаю, какой он там в жизни этот вкус должен быть. Но сказали, что типа попадание крутое, и у нас весь офис кричал вау-вау, он там офигенный вкус. Ну, мои предпочтения несколько другие. То есть я очень сильно люблю цитрус. Где цитрусы там в овердозе, это прям one love, понимаешь? Я понял, Андрей. Большое спасибо за развернутый ответ. Очень развернутый. До свидания. Спасибо. Охуенно. Слушайте, я на самом деле тоже в душе не знаю, что должно было получиться, но получилось реально вкусно. Финики, блядь, нектарины. Какой-то есть еще очень прикольный цветочный отголосок. Я говорю, у меня триггер на прикол спринг-бенд. Очень хорошо. Очень хорошо. Если будете пробовать что-то из овердоза, это один из первых ароматов, которые стоит попробовать. Мне очень понравилось. Едем дальше. По списку у нас подъезжает пич асти. Персиковый холодный чай. У всех же есть такой вкус, конечно. Похоже ли на первоисточник? Не совсем. Пич асти, на мой взгляд, получился обычный средний вкус. Персики, наверное, у той компании, которую, ну, вы поняли, мне очень нравится. То есть, пич-коблер, потрясающий аромат. Тести-пич, очень вкусно. И т.д. и т.п. Очень вкусные персики у танжухи. Манила малина, блядь, очень, очень. Филиппинская малина очень хорошо. Я в ахуе. Малины для меня делятся на три подвида. Это классическая малина, то есть, как мы это с вами представляем, с точки зрения похавать с листом. Малина такая более вареньевая, в, как сказать, а-ля мастхэва. То есть, ну, типа, варенье, варенье. Прям дефолт. И малина кислая. То есть, типа, желтая, недоспелая малина. Это смок анжел с айсид берри и т.д. и т.п. Вот здесь какая-то идет балансировка между вареньем и натуральной малиной. Хорошо, что нет излишней кислинки. Я очень рад. Очень хорошая малина. Один, наверное, из самых сильных вкусов, которые есть в овердозе. Очень хорошо. Блюбери 2022. Я уже, честно, вот Андрюха меня подъебал. Читаю ли я отзывы? Да, я почитал чатики. Я посмотрел, что вообще люди пишут в инсте и т.д. и т.п. Много дрочеров на Блюбери 2022. Серега сегодня открыл контейнер, понюхал чернику. Он чуть не обрыгался, потому что яркий ацетоновый аромат. Безумно яркий вкус. Безумно яркая черника. Но, я не знаю, возможно, я уже стар, блядь, и что-то не понимаю. На мой взгляд, это история про альфач. Я, возможно, тупой. То есть, когда я говорю историю про альфач, я подразумеваю какие-то турецко-египетско-эмиратские ароматизаторы, так скажем, ужасно звучит глупо. То есть, те продукты, которые у нас были представлены из вот этих вот вышепричастных стран. Я такую чернику не люблю. Возможно, здесь они докрутили какой-то некой, не ванилью, а такой сливочностью, и это в целом интересно, но мне черника показалась плохой. То есть, этот вкус, который мне меньше всего понравился из всего списка овердоз. Да, наверное, будет много фанатов этого аромата, но не мое. Мороскины черри. Молодцы. Ну, то есть, типа, наебка для уебка 10 из 10. Очень хорошо получилось. Очень прикольный вот этот вот эффект косточки миндаля и прочих хуйни передан. Мякоть вот этой вот вишни чувствуется. Однозначно один из топов. Пингрейпфрут. Мы сейчас с вами о нем более детально поговорим. Пока. Давайте немножко закроем тему по сравнению с танжом. Да, ребята, естественно, простреливали в танжуху. Возможно, поняли, что сейчас с ней будет, с точки зрения, наверное, в легальном поле будет тяжело. Чего бы не закрыть этот вопросик. Молодцы. Вовремя подсуетились. Насколько это получилось? Неплохо. Неплохо. Молодцы. Тяжело. Овердос реально тяжело. Ну, типа, мне уже дискомфортно. Мне дискомфортно сок и чашек свеженьких взрывать на овердозе. Мы снимаем сколько? Час? Минут 40. Минут 40 я в ахуе. Ну, типа, не могу сказать, что я сейчас облююсь и обоснусь, но крепость чувствуется. Мне, кстати, ребята, мне слили новые вкусы, которые будут в овердозе. Я вам сейчас их заспойлерю. Хацедрагус. Папайсорбет. Кимин. Рангун Санрайз. Ололо. Уэлш Крим. И, возможно, даже помыло. Бля, кто вспомнит помыло? Кто курил хоть раз помыло? Пацаны, целую вас в носик, бля. О, дурак. Разъебный вкус, бля, лев его охуенно колотил. Этот вкус, по-моему, один из первых, который я пробовал у компании Овердоз на мероприятии, который был в Москве. Очень клевое мероприятие. Ребята молодцы. Реально подняли планку и показали, какие может быть мероприятия, связанные с кальянами. То есть, довольно-таки дорогая движуха. Вкратце вам расскажу. Чуваки позвали кучу блогеров, позвали еще больше простых обывателей, потребителей кальянов, кальянщиков, профессионалов каких-то и просто потребителей. Нам было, наверное, человек 150 на мероприятии. Мы поделились на группы. И у нас был такой клевый в игровой форме процесс создания продукта. У нас был отдел маркетинга, отдел продаж, отдел технологов, отдел видеоконтента. Очень круто, молодцы. Пожалуйста, компания Берн, делайте побольше таких мероприятий. Я был в восторге. Пин Грэпфрут. Слушайте, я этот аромат не так часто курил у Танджа. Я даже, честно, не хочу пиздеть вам. Не очень помню, как он работал у Танджирса. Поэтому здесь буду говорить только в рамках овердоза. Итогово, по ароматике, чтобы не тратить ваше время, выведу вам красивую картиночку в свой топ-5 вкусов, с которым стоит начинать знакомство сверху вниз. Мне будет максимально не стыдно. Контент без купюр. Вообще не секрет, потому что нормальные пацаны, коленные блогеры, делятся табачком. И меня сейчас вот спросили, что стоит взять попробовать. Вот то, что я предложил взять попробовать, то, что я сказал, можно не пробовать. Ну, типа то, что обычное. Короче, вот максимально честно и без всякой хуйни. В целом, по вкусовой палитре очень хорошо. Ребята, молодцы. Я очень хочу, чтобы ту планку, которую они подняли, не держали, выпускали не менее интересные ароматы. Шутки шутками, но отдел технологов, отдел флайваристов ебашит в поте лица. Молодцы. Большие молодцы фокус-группа, что, как сказал Андрюха, протопили зафигли. Она действительно, это, наверное, самый интересный аромат с точки зрения не потребительский, то есть, ну, типа не заюзанное что-то новенькое. Это интересно. В плане крепости, ребят, вот тут без шуток, без приколов хотел бы серьезно поговорить об этом моменте. Как я понял крепость продукта овердоз? Что для меня это такое? Продукт вариативный, действительно вариативный, но с теми рекомендациями, которые предлагает компания овердоз, я не согласен. Как с ним работать с точки зрения забивок, это естественно. На мой взгляд, это можно подавать очень хорошо в заведении, как кальян, который будет мягко куриться, но хорошенько давать тебе поеблищу. Как это сделать? Мы сейчас вам покажем. Крепость овердоза, она накопительная. Как бы это сейчас тупо не звучало, то есть, вы при конкретной забивке, по которой я вам говорю, без косаточек там, нахуй, блядь, перегревов, хотя нормально тоже работает, но так будет дискомфортно. Как и обещал, показываю вам нарезку и саму фракцию. Всегда перед любой забивкой любого продукта тщательно перемешивайте сиропчик и табачочек в своих паночках. Это даст лучший эффект. Короче, с точки зрения овердоза, на мой взгляд, очень хорошо ребята поработали с фракцией. Нет дубинок, с которых у вас горит жопа, я знаю прекрасно. Нарезочка меленькая, как раз таки чем-то напоминает один продукт. Да, который нельзя напоминать, шучу, можно, саджуха. Но здесь, на мой взгляд, чуть-чуть побольше соуса, но при этом это все можно спокойно бушить. То есть, с точки зрения фракции у меня вопросов нет. На вопрос, почему всегда беру белый листок, то, что вы пишете, потому что на нем лучше всего видно все приколы, все недочеты или наоборот положительные моменты любой фракции табачной. Что касается забивки, нам потребуется чашечка апгрейд. Я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Самую интересную, на мой взгляд, забивку этого продукта, чтобы крепость отдавалась мягенько, вкусненько и вы не охуевали от нее. Нам потребуется, естественно, максимально, максимально пушистая забивка. Не ленимся пушить каждый ебучий листочек. Если боитесь марать руки, зачем вы вообще это смотрите? Максимально пушисто, ребята, максимально пушисто. Не ленимся, не ленимся делать очень-очень-очень пушистую закладку табачка. Никаких ебучих колодцев, никаких. То есть только пушистая забивка, чтобы температура у нас проходила везде. Распределяем равномерно по чашечке и стараемся, ребята, вы не поверите, сделать отступ. И люди в комментариях. Ах ты, гандор, где косаточка? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пацаны, трусы новые из Турции, не хочу обдристать, блядь. Поэтому косаточку вам покажу в инстаграме. То есть вот, ребят, очень хорошо, что на этом апгрейде есть нагар и наглядно видно, какой уровень отступа. То есть, ну, в моем понимании, это где-то миллиметр 3-4 хорошего отступа. В идеале, чтобы можно это сделать и ниже, но тогда гореть будем дольше. Наша задача сделать хороший отступ, в идеале, чтобы ничего из частей, так сказать, нашего нагревательного элемента не соприкасалось с табака. Чтобы он прогревался только лишь вот этой воздушной тепловой подушечкой. Очень хороший аромат. Очень хороший аромат. Делаю ставку, что будет лидером продаж. Нам потребуется колодочка на 3-4 уголечка, как вам угодно. У меня здесь, если быть точным, 5 углей, просто черкаши. Но, как вы знаете, важно не количество углей, а важна площадь соприкосновения нагревательного элемента с углем. Михаил Лукьянов. Сука, не ленитесь, блядь. Используйте колпак дома и в заведениях. Охуенный инструмент. Просто, блядь, гонял тут в кальянной, блядь. Колпак, нахуй колпак натуральный прогрев, блядь. Иди нахуй. Короче, колпак разъеб. Нам потребуется колпачок и буквально минуток 5 хорошо, полноценного, хорошего полноценного прогрева. При первой затяжке у вас должно быть прям молоко в колбе. Веселый молочник должен подойти, блядь, подлить, нахуй. Молоком подразумеваю очень густой, плотный дым в колбе. То есть сейчас, когда прогреется, поймете. Ребят, есть раздаточный материал в овердозе с рекомендациями по забивке. Очень хочу доебаться. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Здесь три варианта забивки. К первому, думаю, вопросов нету, вообще нету. Тут рассказывается про мягкий способ забивки с намазкой, фанел. Я думаю, профессионалы точно поймут. Кто не понимает, нужен фанел. Вымазать, блядь, овердоз фанел, хорошенько прогреть на холодной колодке. Вопросов зеро. Для комфортного крепкого курения, типа на убивашке, без колодца, предлагают слегка придавить верхний слой. Не знаю, зачем это надо. Окей, так тоже будет работать. Но последний вариант вообще с ним не согласен. Объясню почему. Ребята рекомендуют глазурированную, прямоточную чашку, глазурированную, на секундочку. Касание с коловодом плотное, видимо, касаточка здесь. Могли бы, кстати, касаточку, уж по старому знакомству. Калаут горячий, прогретый. Я в ахуе. Важный аспект, хочу доебаться. Я больше не могу. Прогретый колаут, это очень интересная тема, потому что кто-то греет на плите колаут, и ему приходит пизда. Кто-то греет на углях, колаут передерживает, и колауту тоже приходит пизда. Но это еще не так критично. Здесь после этого написано, время прогрева 4 минуты. Ничего, блядь, ничем нахуй думаете? За 4 минуты у вас нахуй не будет... Способ забивки оверпаком в касание, в косулю, как угодно. Вы выпекаете верхний слой, середина-низ курится нормально. Логично? Логично. Здесь за 4 минуты вся табачная смесь нахуй аннигилируется в чашке. Не звел до атомов. Ее просто не будет. Вы будете курить просто горе. Когда идет речь о горячей колодке, если колодка горячая, вы должны при хорошем прогреве колодки буквально секунд через 5 сделать первую затяжку, чтобы верхний слой полностью запекся. Но я, возможно, выебываюсь, и нихуя не понимаю в кальянах, и нахуй вообще вы меня смотрите и слушаете. Но я, короче, категорически не согласен с третьим пунктом, его нужно поправить, иначе люди наделают беды, блядь, и будет много вопросов к продукту. Не потому, что он плохой, а потому что здесь неграмотно составлена рекомендация по третьему пункту. Вот вы, блядь, где вы, сука, такие рождаетесь, полупидоры, блядь? Ценовая политика овердоза в розницу. То, что нас интересует. У нас довольно-таки нихуевый ценник, я вам скажу. Мы с вами должны будем за 25 грамм отгрузить 295 рублей, а за 200 грамм 1950 рублей. Ценник действительно, ну, нихуя не маленький. С чем это связано? Возможно, ребята еще больше хотят быть похожи на продукт, который нельзя называть. Но все-таки ценовая категория нихуя не низкая и обязывает продукт к определенным, наверное, вкусовым и курительным свойствам высоким. Я не знаю, как это будет работать в рынке, будет ли какое-то повышение, снижение цен. На сегодняшний день могу сказать то, что овердоз выше среднего по ценнику. Это, естественно, не прикольно, но таковы реалии. Мы с этим работаем или не работаем, решайте только вы. В любом случае покупатель, так сказать, решает и голосует рублем. Поэтому посмотрим, что будет с продуктом на дистанции. Естественно, хочется видеть ценовую категорию ниже, но не я это решаю. Я бы, наверное, вообще тысяч три поставил, чтобы наварял. Ладно. Так вот, в плане ценничка и в плане соответствия этому ценничку, я не знаю, соточки бы две бы снять, с двухсотки был бы вообще топ. И еще рублей, ну, 40-30 снять бы с 25 грамм, вообще было бы охуенно. Но не вариант. Ребят, если же все-таки у нас будет розыгрыш, я думаю, у нас будет этот вот боксец на розыгрыше, а чтобы его получить, вы просто бахните рандомный какой-нибудь комментарий. В идеале, конечно, по смыслу, как вам ролик вообще, и что вы думаете о продукте. Какого-нибудь лайкусера завезите, и все. И я вам напишу через полтора года примерно, и скажу, что вы нихуя не выиграли. Я думаю, наша забивочка с вами прогрелась, потому что уже прошло 36 лет. Сколько это надо греть? Минут 5-6. На нормальных углях минут 5-6. Что мы получаем от такой забивки, на мой взгляд? Мы получаем довольно-таки комфортное курение с точки зрения никотина. В плане ароматизатора достаточно. Понятно, чтобы в какое-нибудь соприкосновение с колодочкой это было бы поярче, поинтересней. Но, на мой взгляд, в плане баланса крепости и никотина, то, что если у вас гость просит крепкую мягенькую чашечку подразъебаться, эта забивка будет оптимальной. Единственный момент, ракообразные гости, скорее всего, охуедут такой забивки, потому что нужно нормально ее курить. Вообще, любой колен нормально куришь, он нормально работает. Прикиньте, да? Гениально. Не знаю, для чего вам эта инфа, но 10 коленов на овердозе за один день, это полная хуйня. Будет плохо, скорее всего. Осторожней с крепостью. Амбассандор инсульта об этом вам говорит, блядь. Вот подпинывает, вот такая забивка подпинывает, мужик. Есть, да, контакт сразу же? Да, момент расслабления. Ну, короче, да, подвигаться можно с такой чашечки. Попробуйте, поэкспериментируйте, опять же, не воспринимайте за истинное то, что говорит блогер. Всегда пробуйте сами, блогеры пиздят. Вот то чувство, когда хочется придать польян. В натуре? Поправляет, да? Затяжек сколько? 10-15 ты сделал? Я спотнул. Спотнул? Слушайте, руки еще помнят, блядь. За стойку надо. Поглашайте на смену. Спасибо. Ну, слушайте, чем-то еще можно, так сказать, порадовать коляных мастеров? Радостно, радостно. Короче, ребята, по таджухе, по овердозу. Интересненько. Хочется, конечно же, самобытности некая от продукта. Бля, ебать, потемнело, блядь. Это в глазах или за окном. Хочется немножко самобытности с точки зрения, наверное, каких-то своих утепешных вкусов. Вот как наподобие кактус-фига. Извините, что дай... Ой, кактус-фига, блядь. А может, это только кактус? Ебать. Короче, фиг-лимонейд. Очень хороший аромат. Заебалась уже с ним. Мне очень понравилось. Вам огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, я все сказал. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok